В рамках третьего международного кинофестиваля «Арктик Оупен» представители СМИ посетили Пинежский район Архангельской области. Журналисты познакомились с туристическими направлениями в Поморье, а также провели дискуссию на тему развития туризма в сельских поселениях. Тему продолжит Наталья Кислякова. Прибыв в Пинежский район, в лесной отель Голубина, арктические СМИ посетили знаменитые Пинежские пещеры – одну из самых известных и загадочных достопримечательностей Архангельской области. Созданные подземными водами коридоры, ледяные кристаллы привлекают туристов в любое время года. Работали здесь архангелогородские, питерские и наши пинежские спелеологи. Грот входной, вот небольшой гротик снежный. Вот снежный его назвали из-за этого козырька льда. К сожалению, он уже остался. Он постоянно здесь находится. К сожалению, в этом году где-то одна, наверное, пятая часть его осталась. Он сюда вот продвигался. Вот был в два раза больше. Вот. Гипс аккумулирует в себя зимний холод. Вот. И летом, грубо скажем так, отдает его. Вот. И таким образом поддерживается температура, стабильная температура. И в пещере. Вот. Она примерно от нуля до плюс четырех градусов. И поддерживается вот этот вот наледь. Перед спуском в пещеры Олег Шаврин, экскурсовод, проинструктировал каждого участника о мерах безопасности и поведения. А также нас снабдили касками и фонариками. Путешествие проходило по пещерам, которые называются Голубинский провал. Общая протяженность пещеры, ребята, 1622 метра. Это не значит, что она вот как ниточка идет под землей, эти более чем полтора километра. Она имеет три яруса, это пещера. Три уровня, скажем так. Вот. Здесь очень хорошо просматриваются эти уровни. Вот нижний уровень очень хорошо видно, да? И верхний. Вот верхний уровень, вот второй, так, это самый длинный. Он немногим более 650 метров. Вот. По нему и будет наше путешествие. Хотя для осмотра доступна лишь часть Голубинского провала, прогулка оставила массу впечатлений. А также показала его обитателей и летучих мышей. После экскурсии арктические СМИ отправились на медиасеминар. В программе обсуждения была представлена презентация туристического потенциала Пинежья. Концепции сохранения и восстановления исторической памяти на севере. А также познакомились с деятельностью ассоциации «Голос севера». Захотелось рассказывать как можно больше о проектах, которые происходят на севере. Причем не обязательно в Архангельской области, а в целом по направлению север, потому что в Москве этой информации в какой-то момент не хватало. И мы начали проводить в Дарвинском музее встречи. И думали, как их назвать? Назвали их «Голос севера». Это был просто цикл встреч в Дарвинском музее. Но через год мы поняли, что проект вырос из просто встреч, уже что-то более существенное. И пора не просто рассказывать, а пора активно вовлекаться и становиться настоящим «Голосом севера». Так возникла ассоциация, благодаря которой у нас появились некоторые другие возможности, конечно. Также Анна Клепяковская выразила желание сотрудничать с Ненецким округом в туристическом направлении. И в принципе у нас уже есть хороший опыт взаимодействия, поскольку Пинежский район – это самая южная точка, куда приходят зимой кочевать оленеводы из Канинской тундры. И мы уже с ними взаимодействуем по туристическим программам. Коллективы НАО приезжали к нам помогать проводить праздник оленя. В прошлом году из Голубина стартовала команда на снегоходах, которая доехала до Нарьенмара. И мне кажется, что надо этот момент обязательно обсудить и подумать, как же нам сделать такой постоянно действующий межрегиональный маршрут. Мы этот вопрос тоже поднимали уже с руководством НАО. То есть есть взаимная поддержка, взаимный такой интерес. Я думаю, вместе мы можем отстаивать многие моменты. Добавлю, принимающей стороной выступили Ассоциация по сохранению природного и культурного наследия «Голос севера», а также лесной отель Голубина при поддержке фонда президентских грантов. Мероприятие прошло в рамках третьего международного кинофестиваля «Арктик Оупен». Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».